Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиоев ознакомился с отчетом о проводимой работе по усовершенствованию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечению населения питьевой водой. В нашей стране насчитывается около 39,7 тысячи многоквартирных домов. Создаются управляющие и сервисные компании с целью оказания качественных услуг их жителям. На начало этого года таких организаций было 324, а сегодня их число достигло 766. Так, более 36 тысяч или 92% многоэтажных домов обслуживаются управляющими и сервисными компаниями. В одном только текущем году ими инвестировано 262 миллиарда сумм в строительство, ремонт, приобретение машин и оборудование. В новых компаниях создано 14 тысяч рабочих мест. Информации и расчеты по квартирам включены в биллинговую систему Мининг УИМ. За прошедший период текущего года через данную систему были проведены платежи на 206 миллиардов сумм. Одной из важных задач в отрасли является обеспечение домов теплом. В связи с этим в регионах реализуются целевые проекты. Более половины многоквартирных домов имеет централизованную и индивидуальную систему теплоснабжения. Остальные отапливаются с помощью печей, электрических обогревателей или иного оборудования. В ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства находится 495 котельных. В 2018-2021 годах реконструировано 47 котельных и 78 километров тепловых сетей. В этом году обновлены еще 24 котельные и 182 километра сетей в таких городах, как Бухара, Самарканд, Каши, Джезак, Наманган, Асаке. В результате тепловой энергии обеспечены 70 тысяч домохозяйств и 113 объектов социальной сферы. В целом, по итогам этих проектов уровень обеспеченности многоэтажных домов теплом вырос. Годовая экономия энергоресурсов составит 130 миллионов кубометров природного газа и 1,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. В качестве последовательного продолжения этой работы в рамках инвестиционной программы на 2023 год планируется построить три новые котельные, отремонтировать 10 котельных и проложить тепловые сети. Руководителю страны была доложена проводимая работа со стороны Министерства жилищного и коммунального хозяйства. Первое направление – это управление многоквартирными домами. Второе направление – это питьевое водоснабжение. Третье направление – это теплоснабжение многоквартирных домов. По первой направлении мы показали, что на сегодняшний день существует 39 691 многоквартирных домов. В начале года 324 компании обслуживали 14 028 многоэтажных домов. Это составляло от 39 036%. На сегодняшний день управляющие компании составляют 766, и они обслуживают 36 463 многоквартирных домов. И на процентное соотношение составляют 92%. Со стороны руководителя страны было задание на Министерстве жилищно-коммунального хозяйства создать единую билинговую базу. На сегодняшний день все квартплаты, они проходят через билинговую базу, составляет 206 миллиардов сумм. И билинговая система, она показывает, куда население оплачивает. Проводится широкая работа по централизованному обеспечению населения питьевой водой. В этом году построено 527 объектов и почти 7 тысяч километров водопроводов. На начало года уровень обеспеченности населения питьевой водой составил 70%, а к концу года планируется довести этот показатель до 74%. В разрезе населенных пунктов из 9309 махалей 3800 охвачены централизованным питьевым водоснабжением полностью, почти 4000 частично. Принимаются меры по подвозу воды в отдаленные села и прокладки сетей. В частности, в 2023 году в рамках инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию 62 объекта, еще 373 объекта в рамках программ «Обот кшлок» и «Обот махаля». В результате улучшится питьевое водоснабжение более 3 миллионов жителей в 403 махалях. 181 махаля будет подключена к сетям впервые. В 2022 году составляло 69,7% населения по обеспечению центральной питьевой водой. Построено 527 объектов и 6900 километров труб. 1 миллион 600 тысяч населения впервые в этом году получили качественную питьевую воду. 3 миллиона 400 тысяч населения у них улучшилась питьевая вода в этом году. А на 2023 год планируется рост обеспечения питьевой водой на 77,2%. Также посредством социального заказа государство реализуется проект обеспечения питьевой водой «Махали», удаленных от районного центра. В следующем году к 17 таким селам планируется проложить 251 километр трубопроводов. Глава нашего государства подчеркнул важность этих работ для качества жизни и здоровья населения. Дал дополнительные поручения.